Приветствую вас, дорогие зрители на своем канале. Вещает, как обычно, Джедай 46, и сегодня я бы хотел рассказать вам об одной из главных новинок обновления 12.2 – крейсере Сан-Мартин. Для начала разберем ТТХ и особенности корабля, а потом я дам советы по сборке билда и тактике в бою. Итак, поехали! Сан-Мартин – это прокачиваемая десятка, которая венчает собой новую ветку крейсеров Пан-Америки. Как и все последние новинки, вначале его можно будет получить только в рамках раннего доступа, который стартует 30 марта. Для этого придется скупить все последовательные наборы, что сделать без вложения дублонов не выйдет, ибо бесплатных жетонов на десятку очевидно не хватит. Или же, как обычно, подождать пару патчей, пока вся ветка станет доступна для прокачки. Ну а чем, собственно, выделяется новинка, я сейчас и расскажу, начав, как обычно, с артиллерии. Она представлена 10 орудиями калибром 152 мм, расположенными в четырех башнях. И первым заметным отличием будет полное отсутствие фугасов. У корабля, по аналогии с британскими легкими крейсерами, в наличии только бронебойки. Однако, сказать, что артиллерия будет идентична Минотавру или внешне похожему густеру, тут никак нельзя. Скорострельность орудий довольно низкая, и как следствие сильно страдает ДПМ, несмотря на большой урон снарядов. Плюс, из особых настроек ББшкам достались только льготные рикошетные углы со стандартным взведением. Зато взамен снаряды Сан-Мартина получили большую скорость и, соответственно, более настильную баллистику, а вместе с ней и большее пробитие. На практике у таких настроек будут как минусы, так и плюсы. С одной стороны, Сан-Мартину сравнительно сложно бороться с эсминцами, которые зачастую либо шьются насквозь, либо отделываются рикошетами, если стоят носом или кормой. С другой стороны, попадать по большинству противников на средней и дальней дистанции гораздо проще. Да и повышенное пробитие даст возможность лучше пробивать линкоры и крейсера, в том числе выдавая цитадели собратьям по классу. Что до остальных настроек, для легкого крейсера они вполне стандартны. Дальность стрельбы 15,5 километров, шустрые башни с неплохими углами наводки и возможностью некоторых из них крутиться на 360 градусов. Ну и, конечно же, стандартная для класса точность. На этом моменте уже можно было бы сказать, что мы опять получили легкий крейсер без ДПМа и каких-либо фишек, но тут на сцену выходят боевые инструкции, для активации которых нужно заполнить шкалу пристрелки. В отличие от уже известных суперлинкоров, тут заполнение шкалы идет только за счет попаданий по противнику, чему я лично только рад. Наконец-то пристрелка будет засчитывать хорошие блайнды, а не стрельгу в воду рядом с противником. Заполняется, кстати, шкала довольно быстро, буквально за 4-5 залпов. Главное, чтобы огонь велся непрерывно, ибо убывать шкала начинает уже через 15 секунд после попадания, и происходит это тоже очень быстро. Однако, сами инструкции никак не влияют на вооружение корабля, так что о них я расскажу чуть позже. Закончим с артиллерией и быстренько пройдемся по торпедам. Они у новинки, можно сказать, стандартные для класса. По одному торпедному аппарату на борт, в каждом из которых 5 рыбок с уроном в 17,5 тысяч в базе и дальностью хода 8 километров. Скорость хода, заметность и перезарядка также не впечатляют, но и не сильно огорчают. Так что вооружение тут вполне сгодится на роль вспомогательного, но не более. И вот, наконец, самая интересная часть – разбор живучести. На первый взгляд у нас вроде бы вполне стандартный по бронированию легкий крейсер, почти идентичный Вустеру. Большая часть корпуса закрыта 25-мм обшивкой, плюс палуба в 30 мм в центре. Ну и цитадель немного торчит из воды, поэтому легко бьется грамотными или особо везучими противниками. Запас хп при этом у Сан-Мартина весьма хороший – 49 800 единиц в базе. Но это, естественно, не главное. Основной фишкой корабля будут его расходники. Тут у нас стандартная ремка, гап на 3 км с заградкой в одном слоту и РЛС на 9 км или корректировщик в другом. И, конечно же, поистине уникальная хилка, которая выделяется не только большим регеном хп в секунду. Ведь корабль получил невероятные настройки ремонтно-пригодного урона в 80% как для белого урона, так и для попаданий в цитадель. Если вам казалось, что Минотавр выделяется своей способностью выжить даже после пары циток, то, напомню, у него аналогичные показатели 50%. То есть, даже поймав пару торпед или цитаделей, Сан Мартин может спокойно отхилиться чуть ли не на фулл хп и продолжить бой. Однако, это еще не все. Вы, наверное, уже заметили, что перезарядка-то у всех расходников, кроме аварийки, довольно долгая – целых 3 минуты в базе. А у корректора она еще больше. И плакала бы живучесть новинки с таким КД на хилку, если бы не те самые боевые инструкции, получаемые за пристрелку. При активации этой обилки в течение 30 секунд время перезарядки всех расходников сокращается на 85%. И вот уже вместо 180 секунд хилка будет перезаряжаться чуть менее, чем за те самые 30 секунд, давая кораблю просто невероятную выживаемость. Дополняется это еще и тем, что инструкции работают и на аварийку, которая вообще перезаряжается всего 9 секунд. По сути, пока работают ваши инструкции, корабль невозможно закритовать или поджарить пожарами, ибо все это почти сразу чинится ремкой. От звания абсолютно неубиваемого крейсера его отделяют разве что необходимость постоянного заполнения шкалы пристрелки, а следовательно непрерывной стрельбы и стабильного попадания по противникам, что может быть затруднительно в некоторых ситуациях, особенно если вам нужно отсветиться или спрятаться за остров. Ладно, что-то я совсем заболтался про живучесть, давайте быстренько пройдемся по остальным ТТХ и продолжим. Маскировка вполне достойная, лишь немного уступает Минотавру, ибо радиус заметности в полной раскачке 9 км 100 метров. Маневренность тоже неплохая, 34 узла максималка в базе и чуть более тугие рули, чем у большинства собратьев, что, впрочем, не критично. Что же касается ПВО, оно хоть и неплохое и имеет хорошую дальность и средний ДПМ, но все же проигрывает в базе ПВО Минотавра или Вустера. Да и от авиков хорошо защищает только при взятии заградки и пары перков. Ну и по классике стандартное ПВО в виде авиаудара на 8 км с двумя зарядами и средним уроном. На этом с ТТХ закончим, и дабы не забегать вперед по геймплею и впечатлениям от корабля, сначала разберемся с билдами. Тут все несколько проще, чем у большинства собратьев, ибо в наличии только ББшки, да и точить корабль в торпеды смысла мало. Так что стандартный набор для Сан-Мартина выглядит так. Для этой сборки достаточно командира с 16 очками навыков, а на оставшиеся 5 можно добрать один из перков 4 ступени, будь то отличник для разгона ДПМа, перинг для упрощения игры против эсминцев или ПВО против авиации. Плюс на сдачу я лично взял поворот башен. Кстати, при желании на втором уровне можно заменить ПВО на время работы РЛС и ГАПа, но мне это показалось излишним. А вот в модернизациях как раз-таки полностью стандартный набор можно разбавить угольной модеркой на РЛС во втором слоту. В остальном же рекомендую не забретать велосипед и поставить уже привычные апгрейды. Ну что ж, пора наконец поговорить о геймплее корабля и дать пару советов по тактике игры. Думаю, ни для кого не секрет, что во многом игра на Сан-Мартине будет напоминать игру на Минотавре в РЛС-билде. Однако и отличий тоже будет предостаточно. С одной стороны, в начале боя можно поджиматься под невысокие острова, или же прикрывшись союзными дымами помогать в борьбе за контрольные точки и отгонять вражеские эсминцы. С другой стороны, настройки артиллерии и живучести, в отличие от британцев, поощряют игру на средней и дальней дистанции, где вы можете стабильно попадать по противнику, не рискуя при этом словить фокус и уйти в порт, не успев перезарядить хилку. Так что и сидеть весь бой под точкой при этом ни в кого не стреляя идея не самая подходящая. Истина же, как обычно, где-то посередине, ибо всё зависит от конкретного боя и ситуации на карте. В идеале вам нужно держаться средней дистанции и постоянно разменивать своё хп, ибо именно это то, для чего корабль предназначен. Бой на фоне как раз наиболее яркий пример, показывающий всю суть этого лёгкого крейсера, способного пусть и не без доли везения, но всё же выдержать тонну урона и при этом выжить. Наверное, самой сложной частью при игре на Сан-Мартине будет не упустить подходящий момент для выхода во фланг или наглого пуша, но и при этом не подставиться надолго под вражеский фокус, так что заранее планируйте пути отхода и следите, чтобы вам не зашли в борт. Отдельно отмечу, пожалуй, режим пристрелки. Если часто промахиваетесь и вам тяжело брать правильное упреждение, лучше стреляйте по башену, а не одновременным залпом. Так будет меньше перерыв между последним попаданием и следующим выстрелом, что упростит контроль заполнения шкалы. Активацию же инструкции нужно привязывать именно к хилке, так что жмите ускорение перезарядки сразу после окончания работы расходника, или же и вовсе за пару секунд до этого момента. Таким образом вы и следующую хилку зарядите быстро, и новые инструкции начнёте набивать раньше. Что же до остальных расходников, вроде РЛС или ГАПа с заградкой, тратить персонально на них инструкции можно только в крайнем случае, ибо по большей части они всё равно будут перезаряжаться вместе с хилкой. Собственно, дать более конкретные рекомендации по тактике будет сложно, ибо Сан-Мартин зависит от каждого конкретного боя, и ситуации на карте, наверное, больше любого другого крейсера в игре. А потому плавно переходим к итогам. Новинка сочетает в себе с одной стороны уже знакомый многие геймплеи РЛС Минотавра с куда большим комфортом в боях, где нет возможности играть на короткой дистанции и отличной живучестью. С другой стороны, назвать корабль имбо или посоветовать его всем и каждому ну никак нельзя. Сан-Мартин очень требовательная к скилу и рандому лодка, а для реализации той самой живучести обычно придётся очень попотеть. При этом не забывая о том, что супер ДПМа у него тоже нету, и сдуть противника за несколько секунд редко когда получится. И хотя в неудачных боях новинка часто ощущается как-то блекло на фоне одноклассников, те сражения, где мне удавалось реализовать весь потенциал лодки, приносили настолько много эмоций, что я просто не могу назвать корабль плохим. В общем-то, Сан-Мартину идеально подходит пара тезисов. Эта корабль не про урон и эта корабль не для всех. А тем же, кто сможет освоиться с этой непростой новинкой, она вполне может принести незабываемые впечатления от игры. Ну а решать брать её или нет, как обычно, только вам самим. И на этой ноте ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что думаете про новую ветку, а заодно ставьте лайки и подписывайтесь, если информация была полезной или интересной. А я с вами прощаюсь, всем удачи и до встречи в следующем видео.